Привет, Аднос, Гарклавушка. Никаких говномов. Ну что ж ты так говоришь, Коча? Ну что ж ты так? Никаких римлян. Да, наконец-то, Мастер оф Кеос. Наконец-то, Еретик. Твой любимый кочевник. Сейчас ты обрадуешься еще больше, потому что со мной в Скайпике будет Гарклав, которого ты тоже очень любишь. Как видишь, я продолжаю играть на контрастах. И завлекать тебя в свои сети. Хорошо, Гарклав, хорошо. Но мы пока успеем здесь начать. Просто любишь смотреть... А, ну понятно. Так это не ты один, многие любят. Вайленс, горе, хейрачет на 500. Все здесь. Если тебе нравится смотреть, как я страдаю, кочевник, то найди на Ютубе воды по Metal Mutant и посмотри их. Найди в себе силы, посмотри их. Особенно тебя должен заинтересовать второй, по-моему, вод. Да и первый тоже неплох. Да и третий неплох. Но вот вся боль и ненависть, и страдания, когда игра доводила меня до слез, когда я кидался предметами, когда я буквально чуть ли не истерил. В общем, посмотри, ты увидишь. Там боли очень много. Тебе очень понравится, я знаю. Я удивляюсь, как я находил в себе силы комментировать игру, в которой практически нечего комментировать. Тем не менее, это так. Сегодня поиграем под Питером Мерфи. Так сказать, сделаем небольшой перерыв от The Mission в пользу более такого мальчиша, кибельчишан Питера, моего любимого. Возможностью вытекания моих глаз из-за игры. Ну, да, да. Дэвид Боуя. Может быть, будет. Может быть, нет. Не знаю. Все зависит от настроения. Сегодня настроение под Питера Мерфи. Так что смирись, терпи. А я буду терпеть в уровне, который очень сложный. Очень сложный, буквально с самого начала. Нифига нету боеприпасов. Насколько я помню. Да, есть очень трудные места. По крайней мере, два места. Одно в начале, одно в гробнице. Которое желательно проходить с кольцом. Вот. В прошлый раз мне удалось пройти его без кольца. Я зафейлил буквально после него. Но в то же время, если я хочу проходить этот уровень сейфово, да, то мне потребуется что-то делать как-то. Игра. Что такое? Что такое игра? Внезапно все летит в тартарары. Как только Гарклавушка написал I'm ready. Не знаю, вообще работает ли хоть что-нибудь. Так. Алло. 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 А нет, что-то даже работает. Короче, у меня первый и единственный раз крашнулся еретик, представьте. Тебя слышно, игра висит. Да, я знаю. Почему-то внезапно это вот все случилось. Red Factor. Может быть. Привет, Billy Club. Это мой любимый игрок. Это мой любимый игрок. Это аддон для оригинального игрока Херетик called Master of Chaos made by two pretty nice guys. They did a lot of work in this аддон. It's awesome. Да, стрим уже начался. Надпись я уберу, естественно. Просто пока Гарклав не зашел, стрим еще не начался. Вы просто не шарите. Давайте я ему позвоню. Алло. Привет, Гарклавушка. Привет, артист. Как ты? Готов ли ты морально драться с игрой с игрой? Я готов. Очень трудный уровень. Можешь сделать меня немножко потише у себя в колонках? Сейчас сделаем. Чтобы я не слышал себя. Вот. Как получше? Вааа. Да, так получше. Ну, можно еще немножко тише, если тебя не затруднит. Ну, еще можно. Так. Ну, что ж, я слышал два раза. Привет, Гарклав. Ребят, сейчас все будет нормально. Спасибо артисту за пикоины. Большое. У меня там оставалось как раз на счете. Так что, я решил уж на благое дело Спасибо. Кинуть. Вот. Я еще так же немножко проспонсировал турнир новичков. Я знаю. Спасибо тебе. Я думаю, все довольны. Я что хотел сказать, артист. Ты этот уровень с Ван Стартом проходил, но с сейвами, разумеется. Ну, вот. Я знаю минимум два трудных момента. Он очень страдал. Я как раз по ним сказал. Хотя у него были сейвы. Потому что этот уровень просто адский. Если не считать, конечно, упоротых секреток. Да, если даже не считать упоротых секреток. А с Ван Стартом, да, ад. Ну, без Ван Старта я его проходил. Тут сложность была именно в поиске секретов. А вот с Ван Стартом, ой. Это ад. Вот я уже знаю, что надо их тут стравливать. Патроны вообще надо экономить. Да, патронов может реально не использовать. Потому что здесь очень много букаки колдунов, которые меня бесят в последнее время. И очень много трудных мест. Блин, отстаньте. Все проще. На благое на какое поддержать горклавушку? Поддержать. Чем больше у него будет пикойнов, тем скорее он сможет их вывести. Без вывести. Мне Дархэнд новый накидал. Но дело не в этом. Кстати, Адольф платит все-таки неохотно, но платит пикойно. Он там говорил, там задержка от одной недели до одной месяца. Да, до месяца. По сути, через месяц фактически он тебе их присылает после заявки. Вот. Ну что ж, что можно сказать про этот уровень? Он маленький, но он весь наполнен болью от начала и до конца. Кстати, я стабильно держу сейчас 1700 во уме. Я сегодня партия 10 сыграл, Ну, 1700, если ты что-то знаешь, если что-то умеешь, понимаешь, что 1700 ты ниже, ну, можешь опуститься, но, например, ниже 1600 ты уже не опустишься. Ну, 1700 можно спокойно держаться. Которые 4,30 сделать не может или ласт хоуп, они что-же что-то знают и понимают. Ну, я бы не назвал их понимание достаточно. Понятно, я сегодня, кстати, две партии с эртом играл. О, с эртом? Да, это было больно. Ну, одна билась пом 8,44, другая где-то минут 10 примерно. Он меня просто в хлам перемикривал, просто в хлам. Ну, я понимаю, почему он по сути раунд проходит в четверть финала, по сути. Почему он прошел, конечно. Мы же говорим все-таки как-никак об эксперте. Ну, да, эксперт. Сразу вспоминаешь, как я вспоминаю, как я играл с миистой, с SPF, там, там, тоже чувство полного своего бессилия. Что-то сделал. бессилие, невозможности просто тебе приходят, аннигилируют, а он делает все быстрее, чем ты, где-то. Вот ты подумал о чем-то, а он подумал об этом на, там, несколько минут раньше. Вот ты приходишь, а уже поздно. Все, То есть не держишь темп игры, который... На, артист, что-то мне кажется, вот тут напоминает ситуация тука, в которой я оказался с R-ком у тебя в игре. Да. здесь еще куда-нибудь, какой смысл в пикойнах, ну, ну, как тебе сказать, еще один способ выкачивать, выкачивать, монетизировать, монетизировать, S-K-2-T-V, умирающий, S-K-2-T-V, хоть какую-то прибыль с него получать. способ выкачивать из людей деньги. Чем, собственно, все на стримах и занимаются. А чем еще? Ох, как я быстро что-то в этот раз разобрал. А, быстро, конечно. Надо хопо не терять. Тут будешь долго. Я помню Досе с сейвами в одном месте час с сейвами. А что это было за место? Ну, его зажали в углу и он пытался выбраться. Досе сегодня, кстати, активно на стриме был у меня и у Джокера я видел его. Ну, значит. Радость. Он в последнее время появляется. Даже говорил, что не против почти посчищать ржавчину. Я ему так подкинул идейку злодеев 2.0 и где цель это уже не я, а где цель это Джокер. Бедный Джокер. Ну, ты понимаешь, почему, почему, почему именно Джокер для этой цели. Да, и можно делать как в том формате, когда пускаешь стрим, записываешь и параллельно слушаешь, как горит игрок и страдает от того, что с ним делают. Видосе он же гораст на выдумке, он же микроориентированный игрок. Ты же знаешь, что это такое. Микроориентированный. Я даже удивляюсь, что он с Оливией, а не с каким-нибудь бойчиком. Такой вот он микроориентированный. Ну, вообще, я жду от него, конечно, новых стримов и чего-нибудь крутого. Вот так. Ну, я надеюсь хотя бы увидеть от него сумерки. Все-таки, как-никак, он обещался под конец декабря перед праздниками. Я помню. Да. Ну, к тому же Ламулану я таки да прошел. Так что уже он... Все в его руках. Не отвертится. Ну, это невозможно. Это... Ну, Досик Прошел слил. Помоги мне. Ну, он с его не прошел. А я уже ХП слил. Я уже не пройду. Гарклав, я не пройду. Ну, что идем сделать, артист? Поиграй в Bloodborne. Там тоже больно. Bloodborne, это же изи игра. Конечно. Это же изи игра. Репост, репост, парирование. Да, там прям... Репост Ходят такие вот там заходишь в колодец, а там такой чувак с якорем ходишь, ходит. Вот ты его попробуй репостнуть сначала. Этого чувака попробуй, попади ему в окно парирования, чтобы он тебе лицо при этом не порвал своим якорем. Вот. Не вставил идти его в задницу. И мало того, как только ты его продамаживаешь, он у тебя убегает и призывает еще одного чувака, который еще хуже. Вот так вот. Вот тогда ты начинаешь осознавать, что такое боль. Ну, правда, я их закарал, но это было во многом рандом. Да. Да, вот как посмотреть «Сумерки», не посмотрев «Сумерки»? Вот это вот единственная дилемма. Вот, Гарклав, ты смотрел «Сумерки»? Ты смотрел это говно? Я не смотрел. Вот, вот ты счастливый человек. А, а ты посмотришь, если Досе будет комментировать? Ну, если только с комментарием и Досе. Ну, ты же понимаешь, что это получается де-факто ты посмотришь «Сумерки». Ну, что? Ты потратишь время своей жизни на то, чтобы посмотреть этот отстой. Ну, с комментарием и Досе, я думаю, это не такое уж говно будет. Вот так вот. Как-то. Ну, ты представь, что это ему придется комментировать. Я не представляю, как это вообще прокомментировать. Ну, как, как? Вот тоже какие-то свои замечания по поводу происходящего делать. Как-то вот такую вот импровизированную рецензию на фильм. Он должен как-то страдать, страдать. Все летает, все бесится. Я специально сейчас не трачу ни единого патрона, потому что если я потрачу, мне не хватит. Я уже знаю. хватает, я помню. Кстати, артисты у тебя музыка на стриме играют? Играют, играют. А какая? Питер Мерфи сегодня играет. Ну, тогда я думаю, то, что я хотел тебе кидать, будет не очень в тем, но можно поставить, на самом деле. А что ты хотел? Ну, тут один чувак снял фильм, короче, любительский, про то, как что-то тлено, мой зритель. Он туда добавил песню в конце титра, которая называется махать. Я тебе ее на всякий случай кину, но в общем, если захочешь, ты ее поставь на стрим. Хорошо. Заявка принята. там. Так что, конечно, она не то, чтобы прямо уж очень стеболая, но... Уйди имп, проклятый! Как я ненавижу этих импов, они летают высоко, но стоит приблизиться, и они сразу мгновенно опускаются. Да, 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 я вижу, что сделал с тобой имп. Игра коварная, примерно как проходить Влад Борнам, с четвертым уровнем, проходить игру на One Start и без сейва. Примерно те же ощущения, боли и бессилие, собственно. полнейшего что-либо сделать. Это, по-моему, только вот второй уровень, на котором действительно такие проблемы с One Start первое это был кафедральный собор, где гром постоянно дремит, где мне пришлось спидранить половину уровня. Ну, есть еще такая вещь, как Вабис. Да, который будет буквально через пару уровней. Он будет следующим. А, даже следующим. Да, он будет прямо за этим. Он скорее, чем я ожидал. Горклав. Вот этот следующий участок игры, это сплошная непрерывная воли, пенетрация. Тебя ждет ничего больше. Это, чтобы нормально пройти Абис, я должен спидранить Абис, но я не могу спидранить Абис, потому что это Абис. Да, ну, доси спидранил. Ну, сейвы. Ну, не сейвы, добыли. К тому же, у него был букаки рейсинг, особый челлендж. Пройти уровень техники букаки рейсинга, исключить на стрим песенку вылайк букаки и спидранить под эту песенку. Вот так. Говорят, голос немножко отстает от игры, но это было уже. Трудно, один раз был такой, что звуки остаются от игры, я пересматривал в старые годы, артисты бывают. Ну, в принципе, это не так страшно, на самом деле. Ну, и не так часто. Почему вы не дамажите друг друга? Они очень плохо стравливаются здесь, артисты. Тут вот, я даже не знаю, как те не убивая проходить. Видимо, все-таки придется их всех убить, потому что вот так вот проскакивать это довольно тупо идея, на самом деле. Ну, проблема там, что там внутри есть еще ребята. Да, они ждут меня. не тратить хп. Не волнуйся, их надо снарядами, снарядами друг другу. Берутся снаряды, скачат, пулеметы, но их не боятся, букаки роты. Интересно, а как ты говоришь, ты даже доходил до этого места, гробницы, где... Да, я проходил, причем без кольца. Серьезно. Потом я слился, потому что у меня не было ни боеприпасов, ни патронов нормально. Тут есть, по-моему, я слился даже на торнадо, что ли? На каком-то. Я точно не помню, на самом деле, о чем я слился, но это было неприятно. let me новая пачка. Надо их куда-нибудь подальше отманить. Будет все хорошо. Да уйди ты от меня. Махать, не махать. Я ла 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 не махать не стебован. Блин зажал буговор. Сколько ихных чуваков? Много. блин блин ухожу ухожу все понял все все хорошо попадите вы по нему уходите пишите письмо у уходите я слушаю песенку махать и смотрю за твоей борьбой им я промазал патрон я промазал патрон что теперь делается не проник не хватит артист что ты так что смело трать патроны не хочу тратить патроны нельзя хочется но нельзя длинные и там еще до хрена и же не жирные они жирные артист страдают отшитых за игра кстати про гномика была какой-то и проходил сегодня артист это крест диглас нет это экономическая стратегия песочница немцы они же умеют делать такие вот это одна из этих старых игр сделанных немцами просто это потому что видел был не очень похож на стратегию но видимо я недостаточно понял чем суть это экономическая стратегия она пришли к новинке стратегия например я понимаю там сетлерс допустим или затерянный мир это тоже экономическая стратегия хотя может быть не чисто весь это тоже просто она не такая очевидная без денег без всего но здесь тебе приходится заботиться там о каждом своем существе и как например какой помыто игре то было там овощи в общем чехет не там овощи но ты помнишь ночи как это логи жили на помнишь я помню мама купи мне там овощи пожалуйста говорил делал но у меня никогда не был это время честно говоря зачем там огощи когда были замечательные крик ричурс такая игра тоже симулятор там огощи только только гораздо круче и написи не знаю насчет игр но в общем не было покемоны дам покемоны я смотрел мультик стебовый мультик был я даже фанфик по нему написал правда не написал в пятом классе правда не знал что это фанфик но это точнее был такой красный как это называется фанфик в котором пересекается несколько разных миров красный имп иди сюда иди сюда кросс что-то там в общем я не помню их типы где у палкой-палкой четверти палка у меня задамажив крыла кроссовер кроссовер ну может быть может быть кроссовер или кроссовер ну короче дизайн в общем там главные герои мультика покемон попадали в мир где живут гномы сказочный город где живут гномики как раз вот ничего не имеют отношение к экономике этих новым они они ходят в шароварах армиках вот артист словил так что они поют песенки про работу они там работают на полях вот выращивают гречу просто гречу просто да 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 не очень любят гречевую кашу и все остальное вот еще там был гоблин дядюшку фузов сапогах сорок седьмого размера лишь артист я тебя развлекаю чтоб ты не горел ты не терпел просто адскую боль который теплощает туру и жаль что нас вот только кочевник по моему 36 хп 15 патронов от арбалета 5 патронов от двойки я ситуация в говне да не этих фанфиков там есть дофига типов слышь я уй но это самое очевидное но есть же еще более извращенные варианты вот там правда не было таких явлений мы тогда еще не знал просто такое за только тем ничего 1 еще привет от нас два человека нас уже смотрят оказывается этот замечательный стрим мне самсон еще был приглашай артиста давайте в топ и вы с ним продираетесь я к сожалению знаю не печально что наши стримы по сэмчику всему остальному там с осень почему-то они не пользуются большой популярностью в народе и даже хайлайн их мало кто знает просто вот и все это делал даже если знают все равно дан гифка первой части уровня у артиста поставлена на стрим вот так как в блатбор не есть такой 5 как гифка бега к боссу а вот самсон привет самсон гифка бега к боссу понимаешь артист лететь лететь что-то там выше давать махать махать крутая песенка качает вас такой бы прям под бумбокс походить вообще такой моднявый чел с бумбоксом дам вертись демонстрирует speedrun skills потом они все не страивятся махать 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 серо крыло а лететь главное я получил кольцо это главное теперь надо открыть дверь двери еще надо дойти в общем все довольно непросто как ты понимаешь так ну вот мне удалось этих красных отманить теперь здесь еще и духи эти проклятые духи до использую силу деда чтобы так сказать духов этих покарать это тоже из наших школьных шуточек что мы кого-то духом там называли а мы мол деды такая легкая школьная игра в дедовщину настоящий дедовщины так что ты активировал кольцо артист вообще у тебя других вариантов то особенно не а вот это место сложным действительно сложно без патронов до без патронов я считаю его очень сложно я помню то есть его долго проходил хотя часом весел на ним собственно да я понял схему арт от артиста как это проходится ну да видимо тут других вариантов оптимальных нет лететь лететь привет джинни прежде нельзя привет эндрю бв вот и ты подошел в букаки стрим в букаки он потому что артиста здесь букаки руут все буквально жаль что нельзя параллельных получили включить плойку еще bloodborne играть да кто она откуда ты ты же я всех убил ну ее мое а а те да выше давать махать махать серо крыло лететь звездам лететь хвостом помахать хвостом вперед сидим его юнги да ну bloodborne нельзя по верху ни один монитор на плойку и на компьютер дырок в этом в период переходники на все не хватит и к тому же еще с этой с плойкой только наушники работают эта фигня не работа нас к нас немного всего 18 человек заодно еще раз всем привет ребят я посмотрел на blind run артистом bloodborne это было бы круто я думаю ну blind run dosi был в более эмоциональным особенно если бы он был хорошим располагающим он горел бы он по-любому очень сильно учитывая его опыт игры в dark souls-то очень травматичный получить в игре маску петуха же по моему он там получил правильно да маска питает а я ему поспособствовал это я его туда повел жаль жаль чтобы отбор не нет такого варианта маски петуха но там есть другие полезные маска петуха который горит я вот думаю я вот думаю прошел бы то есть первых двух волков на мосту или дропнул игру там ей первое серьезное место это мост на котором сидит стоят два оборотня вулкан принципе они могут игроку жопу порвать на первом уровне на котором он на начальном уровне другого там или ждать не приходится очень сильно причем могут порвать ну я думал да и они даже до первого шортката до всего то есть ты должен их пройти чтобы хотя бы до первого шортката там добраться до чего-то вот так иначе вообще никак наглухо ну конечно можно их обижать но это такое вот так что я бы посмотрел на страдания до сиса в этих двух волков особенно с росточкой проходить си не умеете хрип с росточкой трудно и ты же помнится проходил нет и зим но артист понимаешь есть такой пойти в игре как репост вот когда ты понимаешь что такое окно репоста и как него попадать игра становится легче во много раз а вот без этого тебе как там капец как сложно с этими волками будет непривычки вот так лететь лететь выше давать махать махать серо крыло тем более репост в отличие от dark souls где там надо чуть ли не точно попасть соприкоснуться с противником то здесь то можно же его не точно посылать выстрелил и поехали я кстати подгрузил свой блатборн кстати у тебя кибергией налагает артист налагает но есть задержка потому что у меня больше ничего не включено никаких стримов ничего так 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 главное чтобы не дава ну дорж на грани ну что этот участок артист пошел на без перчаток как здесь три артист уже знает сколько никогда не что в трое и они самый неподходящий момент приходят я помню в углу зажмись и пили их просто перчатки я не знаю что ты там мудришь не не духов не духов эти красные летающие буконьеры буконьеры боюсь их я духов не боюсь нет я когда узнал что здесь сразу перчатки дают а я в первые кстати раз их не взял я пропустил их вот здесь на этом месте лет сильно погорел буконьеры они такие знаешь не третий дс здесь еще какой-то этот летающий в этом уверен самсон честно говоря ну конечно его может даже искачивать у старин жаль что я сказал что жаль что это последний первый единственный видим последний отдал кладбору old hunters коротенький какие-то 10 и конечно он сразу же возник стоило мне возник из ниоткуда стоило мне сразу же это называется искусственный интеллект артист понимаешь в этой игре он есть просто его закономерности они не всегда игроку кажется щитным он прикидывает ступым искусственный интеллект большую часть времени то есть он изображает что он тупой типа что он бесполезный а потом бац и махать махать серок рыба артиста тяжелее искал что артист тяжелее играет я за турови ни разу с ван стартом не проходил так что не берусь судить как бы здесь было тем более учитывая что нормально веретик не играл уже очень давно там где-то наверно с весны в принципе у место прочно занял эту экологическую нишу для меня блокбору сейчас вот кто здесь не по всей зор на получай они повсюду к хилка к хилке так вот вот на самом деле православное место где надо их пилить вас жаль и нагиб ушки сейчас нет но она и на спит уже там и с тобой полуночники я когда вчера до вчера я сидел ночью пока ты не помнишь а что там надо надо водопадом каким водопадом но в начале уровня там где водопад или же одним пещерка там много вкусностей ракетник в частности много патронов еще может какой-нибудь полезный дропчик а туда можно попасть без полета можно это делать через какой-то из секретов через какой артист это виднее тебе я не ты тут все обыскивалась колоти упоротые секреты я как-то попадал но я не помню как именно можно можно но я не помню нам ты но растет тур и обыскал тебе виднее тебе и проще будет не правда ли так то да так то да совсем easy так что растая дальше туманное время насколько я помню лично сидеть в конце не скоро так вот здесь вот секретка где надо выстрелить по свече который ничем не выделяется на фоне остальных но тогда откроется проход этот секрет я долго искал я все думал что раз нигде в игре ни одного места нету где надо вот стрельнуть чтобы открыть секрет я думал и здесь на этом уровне нету как я ошибался а тут бесполезное яйцо кстати создать алютокору бесполезно нет яйца тебе понадобится яйцами зажима максимум не стены к ну-ка ну-ка посмотрим как его артист будет развить фонарик 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 это такое так факел есть только его правда не всегда дают окну иди сюда ночь лететь лететь выше давать махать махать и сейчас поднимается вот эта штука и те в лицо ровно ледяная звезда так и представляю ровно прямо из-под нее вот это за действительно больным за это хватит бурью ты сколько же по тебе надо много не беспокойся не торопись артист не спеши спешить никак нельзя это как сдохни же ты как он доджет то все эти чертов ровно выложим вконтакте просто мне товарищ этот еще не дал однозначного права его но если хочешь самсон напиши мне те в личку его кину этот фильм напиши мне лично тогда я те его в личку и кину этот фильм он очень тленный братом концовка смешная так он очень полон таких тленных размышлений о том как все плохо что все в говне все заныривают таких типа здесь будет броня который меня спасет когда я пойду в гробницу таких хиканских размышлений вот некоторые меня вот считают примерно таким же как герои этого фильма таким же бетардом вот примерно но мне кажется все таки немножко не такой пример мне больше не хотелось таким быть говорить о том что все очень плохо всегда вот ну что ж артист вот тут ты а это сюда ты уже доходил до доходил а если дальше сдохну помню сейчас самсон вижу мне кстати в друзьях есть нет давай добавим тебя в друзья так ща у тебя кинем фирме ци сообщение где он у меня был 10 выстрелов из арбалета в лицо убивают ли чем но вот вот такой вот очень даже над был нет лететь лететь выше давать махать 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 серо крыло голубь посланник небес называется фильм голубь посланник небес голубь 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 голуб так вот оно это место я не совсем помню дверь открывается сразу или после там как ты берешь писающего мальчика дверь не открывается как ты берешь писающего мальчика тебе надо пробежать назад артист нажать кнопку это на дверь откроется вот такая обычно здесь я использовал полет потому что иначе здесь ну никак не выжить не знаю я выживал без полета и без кольца ну конечно делать не слушаем горклава не слушаем да не слушай твоя задача про просто пройти уровень и слушать этого горклава у него свой видом аура и своя аура ну они прям там в проходе стоит врижать бежать давать махать махать придется всех убивать у тебя же есть писающий мальчик не против всех писающий мальчик да только вот не против всех и патроны как-то тратить мне не хочется этого писающего мальчика там они дальше потребуются дело твою артист делать войну вроде бы начальный алгоритм уже ясен а там вторая половина вообще как она будет до уровень конечно представить собой сплошную пытку приват старте сплошную будет надо просто выработать алгоритм но это конечно отчасти так алгоритм еще никогда не подводил он выручал самых разнообразных сложных ситуациях и здесь по моему ступи на месте сражаетесь друг с другом холопа а я сегодня горклавушка знаешь что сделал что что если внезапное такое необычное ну а реальная ты сделала ты сделал новое блюдо черт я горклавушка сегодня потрогал снежок ты потрогал снежок да я потрогал снежок я внезапно вспомнил что вообще-то зима наступила вот иду я сегодня такой по своим делам утречком иду-иду как всегда загруженный унылый приунывший чё-то да иду-иду а потом внезапно думаю а что-то давно я вообще-то снежочек не трогал ручками знаешь вот своими двумя да вот сколько лет уже сколько сколько зим прошло я наверное последний раз снег руками трогал держал его в руках разве что в школьные годы каком-нибудь классе пятом шестом вот и представь себе столько лет вот я хожу хожу топчу ногами землю матушку топчу газончики и ни разу не пытался даже снежочек слепить а уж не говоря о том чтобы просто подержать его в ручках а он такой холодненький холодненький знаешь это такой холод не как холод безразличия не холод одиночества не холод такой суровый северного ветра нет это просто холод обычного декабрьского снежка и это очень приятно и он тает в ладошках а ладошки теплые теплые это так здорово я очень скучал по этому ощущению офиге что я ни разу не жалею что сегодня вот так вот взял и внезапно от привычных маршрутов отклонился пошел куда-то в сторону в какой-то тихий дворе где там яблоньки растут у нас есть школы рядом рядом с домом и вот там вот полезный целый яблоневый сад я вот отклонился от маршрута прошел прогулялся и блин это так подняло мне настроение это круто очень здорово вот такие дела я бы тоже с удовольствием поиграл снежки привет смокус последний раз это делал десятом классе все-таки несколько позже чем ты артист ну я бы не отказался еще поиграть вопрос что к сожалению играть снежки не с кем потрогать снежок на хотя у нас сейчас наши погоды не для трогания снежка такая грязь я не взял я не взял я не взял и уже не возьму нет я взял а почему обман это был обман да вообще играть снежки было бы неплохо я бы тоже не отказался залепить кому-нибудь прямо прямо in your face прямо размазать когда я играл в 40 классе это сравнил с контер страйком мы как раз ходили с пацанами в клуб в контру порубаться на меншине вот привет ридрус привет ридрус привет риапард вот да горкла ушки здесь горкла ушки долго просидеть сейчас но если все правильно будет подробно попали в 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 Сначала бежим, берем кольцо, а потом уже все сломим. По-моему, тебя карают, Артюр. Часто. День чертов рандома, ну хорош, искусственный интеллект, пощади. Ну это мне напоминает бег боссу Bloodborne, собственно говоря, особенно к этому к Лоуренсу, к которому я бегал вчера час, наверное, где-то. Любил зареплять лиц с друзья белым? Спрашивает артиста. Я обожал, я обожал. Особенно, когда снежок такой уже забористый, как льдышка. Ты ему прямо, прямо in your face какой-нибудь девочке. Как хрюшечка. Какой-нибудь ребенок такой маленький, такой плачет, такой радуешься. Да, но артист особое свое отношение к маленьким детям. Особенно к маленьким девочкам. Да, особенно к маленьким девочкам. Забудьте, что я сказал, это немножко не так прозвучало. Я знаю, что у тебя чисто гастрономически. Им интересно вот так. Да, да, да. Чисто гастрономически. Чисто гастрономически, да. Колечко, колечко действий. Где будет? Колечко направим, колечко. Длин, уйди, скелет. Проклятый уйди. Да халяк мертвый. Пока ты бежишь. Да уйдите вы, ну что ж вы встали на проходе-то. Женщина, подвиньтесь, что вы на проходе стали. Проходите в салон автобуса. Проходите в салон автобуса. Так, забудем про хилку. Блин, и в жопу прилетел. Ну конечно, спасибо, в жопу прилетала вы. В жопу? Ну бывает. Да, неплохо прилетела так сзади. И главное я хилку не взял из-за того, чтобы не помешали. Кстати, как мы узнали, вот это оружие это кулак. Да и ты уже не так. Сейчас будем фистинг делать. Я этот вот смотрел. Волота в этой версии выдранута в официальном руководстве игры. Что такое? Есть официальное руководство игры? Конечно, Киритику прилагают оригинальные. У тебя есть консольная информация? Да, у меня есть. У тебя есть консольная информация. Разумеется. Я фукую. Этот момент. У тебя есть консольная информация. Ох, этот сэмчик. Веселые времена были. Сидели мы, троллили на стриминге друг другом. Еще не было никакого профессионального, ну какого? Полупрофессионального стриминга, как все это фигни. С баблом, с донатом, который я сейчас занимаюсь и так далее. Також профессиональным стримером меня трудно назвать. Неужели ты ностальгируешь, Гарклавушка? Конечно, ностальгируешь эти улюминации. Разумеется. Я еще был невинный. Это было еще до стримов Мора скандально. У всех просто горели. Когда пуканы зажглись. Да, когда зажглись пуканы, как сверхновый звук. Вот так вот. Я помню эти стримы. Памору горячее. Дискодискуссии. Тщательно. Невинный, да. Вот. Потом прайм-тайм. В общем, все такое. С прайм-тайм, да. Так, может быть, вернуться за патрончиками. В принципе, сейчас хорошее время расчистить сзади. Может быть, стоит изменить алгоритм, пойти не вперед, а назад. Ну, попробуй поменять алгоритм. Алгоритм наше все. Невинность, да. Это то, что так легко потерять. Невозможно уже вернуть. Вот они хорошо проходят друг с другом, сражаются, сравниваются. На самом деле, это хорошее место, чтобы их тут убивать. Правда, там скинет, у нас здесь, мы niet. Judy Berling? Location. Но経ام. Лиша давать, махать, махать! хорошая песенка главный призыв махать вот что самое главное что махать ух здесь уже патрончики и хилочка патроны от оружия которого в тени будет хилочка так секрет стать я знаю здесь секрет но он открывается дожди встать на место где перчатки нет нет горка ловушка это секрет открывается по-другому а как точнее или не сейчас он открывается сейчас он открывается и даже виток и панте на стриме открывался к убедом ну что он уже закрылся можете его вообще больше не видел махать махать правильная песенка на то что надо махать принципе я думаю все остальное уже если тебе махать то все остальное повторить на самом деле не один из горкла значит дольше все-таки решил счищать ржавчину в очередной раз интересно почему любой игрок ваум всегда находится состоянии с чистки ржавчины уроки потому что такое возникает только вы играющих не но те кто постоянно играет поддерживающие быть не должны вот что хочу сказать неужели никто не играет ваум постоянно возникает вопрос кроме зодиака кроме экспертов ну кроме зодиака и экспертов это не все эксперты зодиака нет эксперт как раз играет не слишком часто ли понеси но и сенсующим постоянно играет он больше тренируется другие да артист меняет алгоритм как я погляжу вот привет чапка и отчет игрок ваум я просто все играют раз в месяц или реже все гораздо проще не просто отсюда в неделю почему никто не играет ваум постоянно хотя те кто играет в сенсу или зодиака небольших результатов не показывает вот такой странный продукт приди во всех на ум требует усвоения как никто знает что понимание важнее намного важнее чем наигранность тупая хотя и наигранность тоже очень-очень помогает надо уметь балансировать принцип трейнм он конечно отчасти во уме работает отчасти нет так ну вот я уже хилками запаса уже жизни кажется такой такой пища сейчас я нажал кнопочку здесь открылся секретик вода не дамажит это хорошо а вот здесь книжечка вот теперь туда теперь ты экипирован для того чтобы отбиваться от этих тварь в принципе книжечка присписывающий мальчик можете неплохо отбить на могилах где писать потому что дальше лестницу можно спокойно зачистить есть такой вариант прохождения всего этого дела ну как видишь именно крылья помогают попасть в эти два места с большим количеством всяких ништяков где что возможно именно это очень удачно что за рожа здесь ништяки будут о боже что за рожа на что она похожа а сам я извиняюсь без парток где какая зеленая рожа какая а какой привет динка что происходит в отрасл все что обычно происходит на таких стрелах артист пытается пройти игру и страдает я сижу в чатике троллях вот собственно его сижу скайпе точнее троллю потом через некоторое время я начну засыпать хотя может быть конечно я использовал книгу твою мать молодец джин джима и сам как так то теперь будешь все в ручном режим проходить вот использовался блог что я решил без им бы нырнулся почему потому что ну ты зато ничья можешь убить быстро хотя почему ты его будешь приводить быстро я так нырял без собственной имбы а уже будет кончено я так нырял без собственной имбы нырять придется чти книгу мать твою чти книгу а я на и сдох он не сдох да привет мальчик выбирал ну да что ж такое то как видишь артист терпит боль до счет как-то все делают не просто получается сложнее чем кажется зато два яичка прошу не помогут как или иначе с броню яичка 2 яичка да там они помогут но теперь я полноценный что приходится использовать книгу никогда не понимал эти приколы про твою мою маму которые так популярны у америкос них это считается нормально я тоже не понимаю приколы которые